Всем привет! Меня зовут Мария, я пиар-менеджер компании «Золотое время». И мы продолжаем цикл наших прямых эфиров с известными брендами, с представителями известных мировых российских брендов. Сегодня наш эфир по-настоящему необычный, потому что он посвящен не часовому бренду, а бренду ювелирному. В связи с чем гостья наша, представительница ювелирной компании, самой известной российской ювелирной компании, компании «Соколов». Пока я подключаюсь сейчас к нашему гостю, я хочу вот что сказать. Возможно, кто-то из вас подключился сейчас и думает, почему же я подключился к аккаунту «Золотое время», «Часы», и почему же эфир посвящен ювелирным украшениям и бренду «Соколов». Дело в том, что «Золотое время» – компания с 20-летней историей. В прошлом году мы отметили свое 20-летие, и мы очень сильно развиваемся, стремительно развиваемся. И уже несколько лет существует наш проект, который называется «Золотой век». Это сеть ювелирных салонов в самых крупных торговых центрах по стране, где представлен широчайший ассортимент ювелирных украшений. И львиную долю этих ювелирных украшений занимает именно украшение известного российского бренда «Соколов». Поэтому мы пригласили в гости сегодня нашу очаровательного партнера. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Доброго дня! Да, Екатерина – тренд-аналитик компании «Соколов». Правильно, Екатерина, должность назвала? Да, все верно. Да, давайте проверим звук. Нас хорошо слышно. Кать, вы меня слышите хорошо? Я вас потрясающе слышу. Ну все, здорово, зрители. А вы меня? Да, я вас хорошо слышу. Если, уважаемые зрители, вы будете, в общем, какие-то будут помехи, вы, пожалуйста, нам сообщайте. Если нас будет плохо видно, плохо слышно, будем что-то предпринимать. Екатерина, ну я вижу, что вы вроде бы находитесь уже в офисе. Это можно говорить о том, что в Москве уже режим самоизоляции снят. То есть вы полноценно приступили к работе. Есть некоторые послабления в ограничениях. Да, постепенно возвращаемся к обычному, если можно так сказать, образу жизни. Потому что мы на самоизоляции были очень давно и на удаленной работе. Руководство компании приняло еще в конце марта решение о том, что сотрудники все-таки в целях безопасности будут работать из дома. Поэтому я очень рада, что как-то в привычное русло мы так или иначе вот-вот начинаем ходить. Ну, слушайте, кто-то во время самоизоляции взбривал брови, кто-то купался в ванне с дошираком, кто-то пилил доску для серфа и прокалывал губу. Мы, к сожалению, и к счастью, этого в прямом эфире делать не будем. Но, тем не менее, хотелось бы у вас узнать, вот сама самоизоляция, то есть у вас, получается, прошла в работе. Да, конечно. В работе мы... У нас очень много проектов, которые запускаются и будут запускаться, поэтому плодотворно работали над нашими проектами, над нашими запусками. Слушайте, ну, наверное, в этом и есть, получается, секрет успеха, потому что я что хочу сказать. Не так много компаний российских, тем более ювелирных компаний, которые стали так популярны, так известны на российском рынке, на мировом рынке. Если, наверное, подойти на улицу и спросить прохожим, то компанию, какие ювелирные компании вы знаете, я думаю, что Соколов, конечно же, компанию назовут. Екатерина, расскажите, ну, в чем секрет успеха бренда вашего? Как так удалось популяризировать компанию? В чем секрет успеха? Я сама невольно, когда кто-то говорит про секрет успеха, так подстраиваю свои уши, чтобы узнать, в чем же секрет. Но я думаю, что, наверное, это все очевидно. Это работа, это труд, это колоссальная работа над качеством продукта, над дизайном коллекции, над продвижением. И это просто очень большая работа. И я думаю, что сила – это все-таки, наверное, в страсти, в страсти к своему делу, в желании стремительно развиваться и в настоящей командной работе, и в корпоративном духе. Потому что, мне кажется, каждый сотрудник компании Соколов, он чувствует себя приобщенным к созданию действительного качественного, модного и известного, уже, как вы правильно сказали, в стране продукта. Поэтому создавание вот этой именно атмосферы внутри компании, вообще вокруг всех людей, которые так или иначе связаны с брендом Соколов, чтобы мы все были в команде сотрудничества, с лидерскими намерениями, желаниями развиваться, завоевывать сердца покупателей, и чтобы все мы вместе существовали в одном информационном поле, потому что это большая задача. чтобы идея, которая родилась в отделе разработки продукта компании Соколов, это супертворческий коллектив, и с потрясающими художниками, продукт-менеджерами, и я сама работаю в этой атмосфере, и чтобы вот эти идеи, они прошли через всю компанию, и на итоге, там, менеджеры в наших розничных магазинах или вот в магазинах ваших партнеров, наших партнеров, да, продукт был представлен самым наилучшим образом, это очень важно. И я думаю, что, конечно, главный секрет – это команда, это те люди, команда единомышленников, которые работают как раз блок обок, которые развиваются, и компания содействует в том, чтобы сотрудники развивались внутри компании, и сотрудники настроены на то, чтобы развивать и бренд, и компанию в целом. Поэтому вот эта энергия, горящие глаза, энергия творчества и желание создавать качественный продукт, мне кажется, это и есть главный секрет успеха. Да, давайте, Катерина, скажем о том, что сегодня у каждого из зрителей будет возможность стать обладателем этого качественного продукта. Дело в том, что мы сегодня подарим подарки, подарки драгоценные, нужно будет всего лишь задать вопрос. Поэтому задавайте свои вопросы, мы с Екатериной в конце эфира выберем самые интересные вопросы. Во-первых, конечно же, ответим на них. Екатерина ответит практически с первых уст от компании, услышите. И выберем самые интересные вопросы и наградим прекрасными и блестательными подарками от бренда «Соколов». Да, Екатерина? Это сто процентов. Поэтому давайте общаться, задавайте вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Екатерина, насколько я знаю, предприятие само «Соколов» создавалось изначально как некая семейная ювелирная мастерская. И сейчас я посмотрела на вашем сайте, у вас производство до 6 миллионов изделий в год. Но это просто колоссальные цифры. Удается ли вот при таком объеме сохранять вот эту вот тему семейности или уже направлено более на массовое производство? Скажите, пожалуйста. Действительно, бренд «Соколов» создался еще в тысячи... Не бренд «Соколов», даже тогда «Диамант». Это вообще маленькая мастерская. Она создалась в 1993 году Алексеем и Еленой Соколовыми. И на тот момент действительно была маленькая, уютная мастерская семейная. И автором первых украшений был сам Алексей Соколов. И действительно, вы правильно сказали, что время шло. Бренд развивался очень стремительно. И во всех ассортиментных группах на сегодняшний день мы работаем. Действительно, наш бренд – самый известный бренд в России. Бренд с большой историей, с большой масштабностью. И достаточно успешный бренд на российском рынке. Наверное, один из самых успешных. Но я, на мой взгляд, и я точно это знаю, что все равно главным вдохновителем и вот этим примером стремления к росту и развитию все-таки остается, конечно, семья основателей. Ну, Соколов вообще с брендом интересно, потому что я ношу Соколов, моя семилетняя дочь носит Соколов, и моя мама. Я ношу Соколов, все носят Соколов. Конечно. Поэтому, видимо, среди этих шести миллионов изделий в год получается найдется изделие для каждого. То есть нету такого, что есть какой-то конкретный портрет потребительницы, обладательницы этих украшений. То есть получается, что бренд Соколов для каждого, да? Ой, бренд Соколов – это уникальный бренд, потому что действительно, кто такой наш покупатель? Это девушка, это женщина, и она разная. Она разная, как истинная женщина, как истинная девушка. Она вне стереотипов, и она может позволить себе быть любой. Если захочется, она может быть нежной, чувственной, романтичной. Опять же, с нашими украшениями в наших коллекциях. Например, изделия из серебра или из золота, с витражной эмалью, с эмалью, или фантазийные украшения выбирая. Она может быть смелой, дерзкой, прогрессивной, если она носит и выбирает украшения под бренды Соколовы. Это наше новое молодежное направление, новый молодежный бренд. Она может быть, скажем так, элегантной, своим собственным стилем, видением прекрасного, выбирая классические украшения, тоже с наших уникальных коллекций, из золота с драгоценными и полупрагоценными вставками или с фианитами Сваровскими, например. То есть она может позволить себе быть разной, но самое главное, что она всегда актуальна. А значит, она желанна. И как все наши как раз украшения, создаваемые под брендом Соколов. И я думаю, что это самое большое достижение бренда, что действительно наш ассортимент, он настолько разнообразный по стилю, по дизайну, по случаям ношения, что действительно необходимость искать какое-то украшение, какой-то ассортимент вне бренда Соколов, она на самом деле отпадает. Потому что все, что можете представить, можете купить у нас. Да. Я хочу зрителям напомнить, что сегодня у вас есть возможность получить подарок от бренда Соколов. Задавайте вопросы. Не забывайте задавать вопросы. Самые интересные вопросы мы наградим. Я прооткрою небольшую тайну. Это будет подвеска серебряная с красивым, блистательным фианитом. В общем, она ждет уже свою обладательницу. Поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы с Екатериной в конце эфира выберем самый интересный вопрос. Екатерина, ну, можно сказать, что бренд все равно молодой, бренд Соколов. Но, тем не менее, можно ли отследить какую-то тенденцию по изменению вкусов российских женщин в украшениях? То есть сейчас российские женщины предпочитают больше минимализм либо, наоборот, какие-то яркие, объемные истории. Как менялась вот эта вот история предпочтений? На самом деле, очень хороший вопрос. Один из моих любимых, потому что это тоже большая часть моей работы, исследовать не только индустрию, тренды, моду и куда двигаться с точки зрения стиля и украшений, но и действительно большая колоссальная работа ведет в нашей компании, это по ослеживанию настроений и предпочтений наших поклонников и наших покупателей. Сейчас в эпоху пандемии это вообще особенный вопрос, но, на мой взгляд, и я это тоже вижу, россияне не продолжают выбирать, и девушки, и женщины, выбирать продукт, да, и следует соотношение цены и качества. И по большей степени все равно покупают изысканные, элегантные, классические украшения из золота, и в драгоценном металле. Также выбирают украшения из серебра, и мне очень нравится, что тоже, я считаю, что благодаря нашему бренду. Также заслуга в том, что российские покупатели выбирают украшения из серебра, это очень фэшн-украшение, фэшн-изделие действительно смелого и очень разного оригинального дизайна, и можно пробовать, экспериментировать и быть звездой любой вечеринки модной. А также наши покупатели на сегодняшний день и всегда, я думаю, любят очень историю с сейлами, с распродажами, и тоже я видела в вашем аккаунте большой сейл-анонс, скидки, поэтому я призываю всех зрителей нашего прямого эфира, понравившиеся украшения, действительно, сейчас самое время приобретать, если у вас есть желание и возможность в сезон скидок, это самое лучшее предложение. Что касается дизайна, меня очень радует, потому что мы ездим, мы посещаем все выставки, мы видим международные тренды в Европе, в Гонконге, в Токио и так далее, и видим, что сейчас в России все-таки пошел сдвиг интерес в сторону разных оттенков металла, цвета металла. Не только красное традиционное золото выбирают сейчас наши покупатели, прекрасные девушки и женщины, но уже делают акценты именно на белом цвете металла и на лимонном цвете металла, потому что это на самом деле большой тренд, и очень приятно, что в этом направлении сейчас действительно идет сдвиг, потому что дизайны с белым золотом и с лимонным золотом, они действительно особенно привлекательны, можно сделать какие-то интересные вещи, и мы рады, что покупателю это интересно. Ну и тоже рады, что они выбирают очень как бы не только классические украшения и золото с драгоценными вставками, с полдрагоценными вставками, но и изделия фантазийного, модного дизайна, то есть становятся смелее в своих предпочтениях, и это очень здорово. Мы очень рады, как создатели украшений, очень рады. Ну вот, кстати, мое знакомство с брендом Соколов началось именно с украшений, с эмалью. Я увидела у подруги серьги, это было видно, что это драгоценная вещь, что это не бижутерия, что это серебро было, но тем не менее, настолько она была яркой, настолько были яркие серьги, необычные, креативные, прямо приковывают внимание, поэтому я не могу не спросить. Расскажите вот о процессе создания таких украшений, то есть это художники расписывают эмалью, либо эта техника достигла какой-то патазийной точности? Ну вот, ювелирные украшения с эмалью, как вы правильно заметили, мне кажется, стали уже такой визитной карточкой бренда Соколов, и тысячи женщин, на самом деле, по достоинству оценили наши уникальные коллекции в серебряном ассортименте. Это коллекция РУС о России с любовью, о культуре, о наследии, и, в принципе, о каких-то вещах близких нам, как раз воплощены идеи России в коллекции РУС. Это и история My Story, и история индивидуальности, наборности, если помните, были такие кулоны, колье с подвесками, там тоже было очень много эмалевых историй, и наша уникальная коллекция тюд, украшения тоже из серебра, которые создаются по мотивам полотен великих художников. Вообще эмаль, как вы правильно сказали, действительно художественная работа, и мне однажды посчастливилось, не однажды, поделюсь с вами, посчастливилось быть как раз у нас на производстве, где наши эмальеры — это профессионалы, потому что работа их действительно высокохудожественная, очень интересная, кропотливая, тонкая, как они расписывают украшения. Если помните, тоже хиты продаж у нас были в серебре, это кольца-обнимашки, панды, такие крупные лисички, и там как раз они такие очень яркие, крупные декоративные эмальеры. Как они их раскрашивали, это было действительно по-настоящему интересное и захватывающее дух зрелище, потому что действительно работа сложная, кропотливая и требует мастерства. Поэтому сложный, очень сложный процесс. И еще очень интересно, когда эмальер-мастер как раз занимается росписью серег, потому что очень важно, чтобы это одна пара, один комплект, чтобы это все выглядело одинаково, и это особенно сложно, и учитывая, что это все-таки ручное производство. Вообще, это жидкая двухкомпонентная эмаль, которая в определенных пропорциях смешивается с катализатором, и она образует кремообразную такую пасту, текстуру, и потом накладывается, получается, на украшения. Мы своих изделий используем технику холодной эмали, и она отличается тем, что после нанесения застывает при комнатной температуре в течение, по-моему, 72 часов, при температуре 60 градусов, в течение трех часов. То есть это такой достаточно длительный процесс, целая поэтапная история создания украшения. И еще очень интересно, на самом деле, мы работаем с колористикой от Института цвета Pantone. Весь фэшн-мир, в принципе, создает украшения, коллекции, весь дизайн, ориентируясь на Институте цвета Pantone. И создавать трендовые оттенки сезона, именно вот тон в тон, как у Pantone, это еще колорист должен подобрать, смешать так оттенки и цвета, чтобы эмали именно такого тона получилась. Это тоже уникальная работа, кропотливая, сложная и действительно настоящее искусство. И после того, как... Я понимаю, что не у всех есть возможность посетить ювирное производство, но если укатается возможность, ты уже не можешь принимать продукт украшения как просто вот продукт. Это действительно... Искусство, да. Целая история, это искусство. Сколько людей затрачивает свой профессионализм, свои силы, чтобы создать качественный, красивый продукт, чтобы наши поклонники радовались и украшали себя. Это дорогого стоит. Есть вопросы зрителей. Так, первый вопрос был о том, фамилии основателей бренд принадлежит... Да, имя Соколов, это по фамилии основателей Елена Алексея Соколова. Да, Елена Алексея Соколова. Да, и еще один вопрос. Добрый день. Какое самое первое украшение было создано и кто его обладатель? Самое первое украшение? Да, самое. С 1993 года мне тогда была совсем малышка, мне сложно сказать о том, какое было самое первое украшение. Давайте мы тогда, может быть, уточним попозже и на нашей... Я думаю, что это было наверняка что-то очень интересное, потому что основатель тоже играет творческие. Постараемся ответить тогда, может быть, вне эфира, тогда нашей зрительнице. Я постараюсь узнать. Хорошо. Катерина, ну, я как человек, который много лет работает именно с часами, я не могу не спросить вас про эту историю. Знаю, что в 2015 году вы запустили новый продукт, это ювелирные часы. Хочется узнать, как сейчас развивается это направление и чем отличаются часы Соколов от других часов. Вот как раз этот год, 2015, я помню хорошо, потому что это год, когда я пришла работать в компании, и как раз я помню выставку, на которой у нас была вот эта вот идея как раз презентовать новые направления, часы ювелирные подбородным Соколов. И я помню подготовку презентации, я помню все эти крепятные отношения, волнение, действительно колоссальную работу. И тогда все познакомились и с командой часового направления, часового завода. И просто все сотрудники влюбились в ювелирный продукт, именно ювелирные часы от бренда Соколов. И мы, в принципе, все в компании счастливые обладатели этого продукта. На тот момент, я точно помню, правильно сказать, это были ювелирные часы, и сейчас они им остаются под брендом Соколов, потому что ассортимент тоже очень-очень большой, широкий. И первые как раз коллекции были связаны с драгоценным металлом. Это часы в корпусе из серебра, в корпусе из металла золота. Циферблат украшен бриллиантами. Если мы говорим про фурнитуру, про мешки, то это и талия. Это все очень дорого и качественная работа. Вообще для меня, я считаю, что это тоже колоссальная история, что на нашем производстве действительно создали целый ювелирный завод и завод для производства ювелирных часов. Такого колоссального международного уровня. И большая идет соплодотворная работа. Уже много лет, пять лет мы работаем на рынке часов. И работаем успешно. И коллекции разрастаются, и становятся все больше и больше. Мы готовы радовать мужчин, готовы радовать женщин. И абсолютно в разных ценовых сегментах, абсолютно разного дизайна. У меня часы из коллекции Юнит. Это тоже одна из первых коллекций. Часы я могу даже показать. Просто я очень люблю. Часы стальные из как раз и стали высокой классной. И с золотым вот этим вот корпусом. Внутри у меня тоже бриллиантики. И мне нравится, что эта коллекция тоже пополняется. Не каждый сезон, но думаю, что с периодичностью может быть раз в год. И если вам нравится история с остальными крупными часами, опять же универсальными, на мой взгляд, то новые получились цвета циферблатов. Это нежно-розовый, кисташковый, черный, синий. Это действительно цветовое решение и по циферблатам. Работаем мы с надежными механизмами. Это либо Швейцария Ронда, либо японский механизм Юта Ситизен. Это сапфировые стекла, устойчивые к царапитным деформациям. Это влагозащита. То есть украшение действительно очень такой достойный, качественный продукт. И действительно, вы можете выбрать ювелирные часты из серебра или золота, или серебра с декоративными элементами. Или сталь золота, или только сталь. Как бы более доступная бюджетная линейка. Потому что мы понимаем, сколько драгоценных стоит металл. Поэтому есть модная очень фэшн-линейка My World, My Way. Это как раз стальные часы. Да, у нас в Солону Закону Бек тоже представлены ювелирные часы. Расскажите, пожалуйста, обратную связь тоже. Нравится ли вам часы? Да, мне нравится. Вы специализируетесь. Яркие красные ремешки у часов. И как раз бренд Соколов в этом смысле меня радует. Потому что есть красивые, яркие, красные часики, на которые я, в общем, давно заглядываюсь. Поэтому, возможно, тоже... Как раз для лета. Спасибо, да, приобрету. Ветерина, у нас зрители проверяют, видимо, ваши знания по части ювелирных украшений. Спрашивают, какое самое известное изделие в истории с бриллиантами в мире? Вот так вот. История с бриллиантами в мире? Просто я столько знаю ювелирных брендов. И, в принципе, у меня большая работа на типазы знаний. Самое известное изделие в истории в мире, я вам несложно сказать, с бриллиантами. Сразу первая ассоциация – это бренд Тиффани. Я думаю, что их кольца с крупными одиночными камнями. История помолочных колец – это прям про бриллианты. Я очень люблю бренд Тиффани. Для меня, с точки зрения, скажем так, интересного дизайна и технологии, мне очень нравится шопат, подпорящие бриллианты. Да, 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 у Соколова тоже есть. Я очень люблю Степа Вебстера. У него очень интересная закрепка. И, в принципе, очень много ювелирных брендов, мировых и детских историй, которые оставили свои следы в сердцах девушек, женщин моим тоже. Потому что я большую работу реку слежу за ними. И мне очень интересно, какая человек, который задавал вопрос у девушки, какая девушка вся. Да, вот она отвечает. Это корона Екатерины Второй. Вот так вот. Супер. У нас такие любознательные зрители. Это очень приятно. Спасибо. Продолжайте задавать свои вопросы. Не забывайте, что автор самого интересного вопроса сегодня подарит... Это очень интересный вопрос. Не подарит, получит, да, блистательный подарок, презент от бренда «Соколов». Екатерина, ну я предлагаю пройтись по самым популярным коллекциям бренда. Мы подготовили небольшую презентацию. Давайте попробуем ее нашим зрителям показать. Да, я немножко расскажу про уникальные коллекции. То есть это те коллекции во всех ассортиментных группах. Золото с драгоценными вставками, золото с полдрагоценными вставками, золото с фианитами и серебряный ассортимент. Это те коллекции, с которыми мы работаем. Это те коллекции, по которым нас узнают. Да, это вот имидж бренда. И коллекции мы уже на протяжении многих лет их обновляем, потому что покупателю нравится, покупатель нас узнает, и история развивается. Если говорим про ассортименты золота с драгоценными вставками, то это как раз коллекция New Look, где собраны все украшения с таким материалом, как керамика. Еще недавно, кстати говоря, он был таким супермодным, не то чтобы даже модным, суперновым, на рынке российском, тоже благодаря бренду Соколов. Как раз вы видите хит-продаж по сей день это кольцо из керамики золотом и с бриллиантом. Сейчас оно у нас представлено в разных цветах керамики. Как я уже сказала, хит-продаж по сей день у всех, мне кажется, оно уже есть. Мне нравится цветик капучино. А у кого нет, оно обязательно нужно, потому что действительно вещь очень неизменимая под любой стиль, под любой образ. А бриллианты потрясающе сияют в управлении золота и с блеском керамики любых оттенков цветов мне очень нравится. И дополняем эту коллекцию, как раз развиваем. У нас есть очень большое обновление, и уже керамика используется разных форм, разных цветов, как я уже сказала. Все нормально? Да, все в порядке. И действительно, когда мы разговариваем с потребителями, видим необходимость керамику и в других историях, в других силуэтах, украшениях, в серьгах, в колье, в подвесках. Поэтому мы выпускаем обновления. Сейчас как раз в центре внимания геометрия, лаконичные силуэты и россыпь бриллиантов. Очень хорошая линейка в разных цветах. Я еще рекомендую обратить внимание не только на классические цвета, черный, белый. Также еще есть пастельный, кремовый, нежный, асеновый, розовый, голубой, графитовый. Очень красивый цвет, очень контрастный. Мне нравится. Поэтому обратите внимание на коллекцию. Не лука, золото, с бигацентной вставкой, не керамикой. Екатерина спрашивает зрители, керамика может разбиться или она крепкая? У меня такой же вопрос. Я очень хочу это кольцо, но я думаю, что... Очень хорошая линейка. Не бойтесь, у меня это, кажется, уже на протяжении пяти лет, когда я пришла работать в компании, я сразу его приобрела. На самом деле керамика, она устойчива к повреждениям. Бывает, что мы работаем с ювелирными украшениями, выбираем ювелирные украшения. Это категория золота с инфекционными вставками, это бриллианты. Конечно, такие украшения не требуют и без керамики особенного входа. Не нужно делать украшения другом своего дня 24 часа в сутки во всех ситуациях. Нужно как-то особенно относиться к украшению с керамикой. Любое украшение рекомендуется после того, как вы продемонстрировали себя, всю свою красоту, действительно придя домой снимать и как-то ухаживать за ним, протирать, в том числе такой тонкой тряпочкой из микрофибры или фанелевой. Но керамика устойчива к нас. Любые украшения требуют входа, неважно керамика. Конечно, неважно керамика или просто золото и свято, потому что все украшения вспомнены. Давайте перейдем к следующей коллекции. Коллекция у нас Dolce Vita. Необычные изделия. Расскажите. Да, это украшения из золота с драгоценными вставками, ой, простите, с полудрагоценными вставками и натуральными россиями полудрагоценных камней. И здесь как раз история коллекции Dolce Vita. Это украшения для особенного случая. Богатые, крупные, заметные. Там большой акцент делается на фантазийность, на микс камней и на крупные, заметные броши. Как раз у вас на экране две наши последние линейки, то есть последние обновления весны-лето. Это коллекция броши ватазийного дизайна флора, потому что лето на дворе, и это действительно тема флора и фауны, она долгоиграющая, и она для лета всегда актуальна. Изящная, очень строгая и опасная фантера, которые выполнены из золота, с россыпью фианитов, натуральных полудрагоценных камней, тоже сделают девушку очень притягательной. А какие любимые камни у бренда? То есть есть какие-то или со всеми работаете камнями? Либо есть какие-то любимые все-таки камни? Мы работаем со всеми. Мы работаем практически со всеми камнями. И, ну, все-таки для лета и, в принципе, потребителям, если мы говорим про полудрагоценную группу, очень нравится топаза разных оттенков, натуральная топаза. Екатерина, вопрос вам задает зритель, спрашивает, какую бы иностранную знаменитость вы бы пригласили для рекламы бренда «Соколов» – мужчину или женщину? Очень хороший вопрос. Кто-то хочет подвеску. Мы попозже немножко поговорим про знаменитости наших, которые рекламируют бренд «Соколов». Но вот сейчас давайте, чтобы человека не томить, все-таки вопрос задал, ответим. Может быть, у вас кто-то есть? Это, конечно, вопрос к отделу маркетинга. У них точное видение, какая знаменитость может и не может быть брендом «Соколов». Мне, лично мне, я думаю, что, может быть, Кира Найтли. Но она уже ушанная, декаблирует одну из линейок, поэтому... Ну и вопрос о стоимости изделий. Я не знаю, вы знаете ли о стоимости изделий? Я думаю, что стоимость изделия можно, во-первых, посмотреть на сайте соколов.ру или в приложении «Соколов ювелирный магазин». Там есть все наши изделия из коллекции. Конкретно по этим на данный момент затрудняюсь сказать. Можно писать в комментариях по прямому эфиру. Я сразу же вам расскажу. Да, конечно. Заходите либо на сайт «Соколова», либо на сайт golden-defeastime.ru. Там смотрите цену и выбирайте. Так, а мы идем дальше. У нас следующая коллекция под прекрасным нормальным «Emotions». «Emotions», тоже одна из любимых моих уникальных коллекций. Золото с синтетическими вставками. И здесь, конечно, история про то, как подвижные пианиты разных цветов, разных огранок, как раз и разных силуэтов, может быть. Разные истории рассказываются под как раз саппировым стеклом, которое также устойчиво к деформации. И мне очень нравится тоже эта линейка. Она очень разнообразная по стилю дизайнов. Мы начинали как раз с микса разноцветных пианитов. Потом мы уже играли с формой. Форма круга в серьгах и подвеска сменилась на лаконичные прямоугольные квадратные силуэты. Мы играли с наполнением как раз огранки пианитами. Там были и багеты, яркие пианиты в компании «Сваровские». И даже была линейка в уникальной коллекции «Рус», как раз золотая, с подвесками как раз вот этого дизайна, по-моему, такого дизайна от коллекции «Мошн». Очень богатая, большая коллекция. Интересная история, в принципе, и на повседневку. На повседневную носку, да. И, в принципе, она очень интересная и привлекает внимание замечающие эти украшения, потому что они очень оригинальные и необычного дизайна. Действительно. Так, ну, раз тут нарисована подвеска, я не могу не напомнить нашим зрителям то, чтобы они задавали свои вопросы для того, чтобы получить так же блистательную подвеску, пусть не из этой коллекции, но, тем не менее, не менее симпатичную подвеску от бренда «Соколов». Поэтому задавайте вопросы. Может быть, так понравится подвеска, что наши зрители захотят зайти на сайт «Соколов.ру» или в приложение и уже выбрать себе еще ассортимент. Да, зритель наш продолжает с вами беседу, спрашивает, как насчет Криса Хемсворта для рекламы ювелирных украшений «Соколов». Я, конечно, вижу Криса Хемсворта в роли героя, как раз, может быть, часового нашего направления. Опять же, хорошая идея, предложу отделы маркетинга. Да, передайтесь, пожалуйста. Так, и мы дальше идем. Коллекция «Рус». Да, как я уже говорила, это уникальная коллекция из серебра. Украшение, которое рассказывает как раз о богатейшей культуре и истории России. И наше последнее обновление – это коллекция, посвященная 200-летию со дня создания выхода в свет поэмы Руслана Людмилы, и как раз она создана по мотивам вступления, пролога поэме Руслана Людмилы у «Лукоморья дубь зеленый». Очень богатая, экстравагантная, по-настоящему хайповая получилась, получился запуск, получилась линейка. Крупные цепи, богатые заметно яхтодекорированные украшения. И вот как раз на имидже, жалко, что, наверное, не очень видно, но на имидже в центре – это как раз герой этой коллекции, такой царь Кощей, который над латом чахнет. Это крупная моносерьга в виде как раз Кощей, декорированная яркими фианитами цветными. Это просто произведение искусства, это любимчик вообще у наших покупателей, у нас, у разработчиков компании. Обязательно обратите на это внимание, это супердрендовая, модная получилась линейка. И все-таки она с историей и мотивом вступления к фоэме Руслана Людмила. Лучки там, очень классные серьги есть, подвеска, колье, все крупное, заметное. Все для того, чтобы стать самой яркой звездой любой летней вечеринки. Екатерина, есть какие-то лимитированные версии изделий Соколов? Выпускает ли бренд какие-то прямо ограниченным тиражом какие-то украшения? У нас бывают, да, действительно, бывают линейки с ограниченным тиражом, поскольку это вопрос, опять же, и вставок, и особенного дизайна. И сейчас в разделе Соколов вы можете увидеть как раз на сайте соколов.соколов.atelier, где вы можете как раз даже создавать, попробовать фантазировать украшения особенного дизайна. То есть какое-то создать украшение своим дизайном, правильно? Да, все верно. Здорово. Так, Екатерина, ну, с трендами, самыми популярными коллекциями разобрались. Давайте немножко о новинках поговорим. Что приготовил бренд в этом году, в этом сложном году? Нужно что-то блистательное, что-то яркое, чем можно порадовать прекрасных женщин. Что приготовил бренд Соколов? Это как раз запуск на весну-лето 2020 года. Это наш трендбук, и у нас очень много линейок, очень много новинок в этом трендбуке. Все создано, следуя модным тенденциям. И, как вы сказали, что сложный год, мы не знали о том, что год будет такой, потому что мы создаем очень заранее, как и вся большая индустрия, коллекции. Но они всегда очень приятно попадают и идут в ногу со временем, и всегда актуальны, как я уже говорила. Тема трендбука весна-лето 2020 – это «Включи свет». И мы как раз включили цвет, и мы играли как раз с трендовыми оттенками сезона. Их вы видите и в нашем рекламном ролике, и в наших имиджах. И модная как раз цвета, они отобразились в дизайне украшений. Итак, перед вами на слайде две коллекции с трендбука, если мы говорим про именно, например, украшения, не про имиджи. Это линейка из золота. Внизу вы видите серьги, крупные, такие заметные, с овальной крупным ставкой натуральная перламутра. Ставка золота с бриллиантами. И, на мой взгляд, это очень интересная линейка. Она такая, знаете, европейского, изысканного дизайна. Это современная клайска, очень красивые серьги, подвески, кольца с разным цветом как раз натурального перламутра. Это все нежно-розовое, нежно-голубая вставка. Выше вы видите крупное кольцо с жемчугом, такое ярко декорированное, с россыпью полудрагоценных натуральных камней, аметисты, топазы и корунца от кировой. Ну, как раз история про, на самом деле, вдохновение – это морская тематика, тема моря и как раз такие вот более экстравагантные или особенные выходы. Очень заметная, яркая коллекция. А на имиджах вы видите серебряные украшения. Если мы говорим про левый имидж на фоне такого цвета шафран. Это серебряные украшения с эмалью, как я вам уже до этого рассказывала, в трендовых оттенках сезона, асимметричной формы, колор-блок, трендовые оттенки, классический синий и как раз желтый цвет шафран. Издалека показалось, что жемчуг использован в украшениях, но это перламутр. А как Соколов вообще дружит с жемчугом, использует ли в своих изделиях? Соколов очень дружит с жемчугом, как и со всеми другими. Вы только можете, все, что вы можете представить, вы практически можете найти в бренде Соколов, украшениях бренда Соколов с точки зрения материалов, вставок и интересного дизайна. С жемчугом работы много, и мне очень приятно, что жемчуг сейчас невероятно актуален, и он интегрируется не только в классические украшения, как мы привыкли, наверное, больше видеть. То есть это либо одиночный жемчуг, либо там какое-то колье жемчужное, миниатюрное, маленькое. Сейчас жемчуг действительно просто в центре внимания дизайна явленных украшений, и он интегрируется в сложный дизайн, он интегрируется в минималистический дизайн, в эффективный дизайн, какой-то современный, модный, миксуется с разными оттенками металла, и действительно это очень интересная вставка. Так, у нас есть еще один вопрос от зрителей. Правда ли, что скоро в ювелирных часах не будет спроса, так как электронные гаджеты, часы займут главное место? Очень хороший вопрос. Он на самом деле, наверное, не дает вот сейчас на данный момент конкретного ответа, потому что действительно мир развивается, и электронные часы, если мы говорим, да, известные бренды, там Apple Watch и так далее, они имеют место быть и завоевывают сердца все больше и больше. Но лично я, я очень большой фанат часов, у меня много часов. Я пока себе их не приобрела по причине того, что мне лично кажется, что они, может быть, немного не дают креативить, может быть, не так индивидуально, как мне хотелось бы, поэтому много остается потребителей и девушек, и женщин, и людей, в принципе, которые все-таки за уникальный дизайн, за особенный дизайн. Все-таки часы — это такой аксессуар, который выражает твой собственный стиль. Да, я тоже. Я думаю, что они часы, поэтому и не уйдут точно. Я тоже на этот вопрос могу ответить в одном интервью с нашими тоже партнерами, с брендом МИДа. Мне очень понравилось, как ответил на этот вопрос наш друг. Он сказал о том, что нет примеров, когда по наследству передавали гаджеты, передавали Apple часы, смарт-часы, но часы передают обычные, там, либо кварцевые, либо механические, их передают по наследству. То есть это часы, это история, это история вечная, а гаджеты — это все-таки веяние моды, которые сегодня их носят на руке, завтра на кольце, послезавтра на шее, и оно... А послезавтра он уже устарел, и тебе хочется скорее новый, и ты просто не глядя расстаешься со своим прежним гаджетом, прежними часами в погоне за новинкой вот этого Нового года. Поэтому я думаю, что это такая история, что нет, часы точно не идут, как ювелирные украшения. Да. Екатерина, ну и давайте еще об одной приятной теме поговорим. Я знаю, что очень широкая линейка у Соколова ювелирных обручальных колец. В связи с карантином тоже немножко молодоженам подпортили настроение, не регистрировали браки. У нас, по крайней мере, в регионе, наверное, в Москве тоже это все было запрещено. В Москве всем подпортили. Да, и для кого-то это была возможность еще раз подумать над этим решающим шагом, для кого-то это дано было время для того, чтобы получше подготовиться к этому важному торжеству. И вот кольца неотъемлемая, конечно, часть свадьбы. Расскажите, что Соколов может предложить молодоженам? Ой, на свадьбу это, конечно, для любой девушки супер-суперлюбимая, трепетная тема и интересная. И у нас как раз в марте, в апреле состоялся запуск нашего в Эдиме коллекции. Большой запуск. И если не видели, то пожалуйста, посмотрите обязательно наш рекламный ролик, который как раз ода любви, нежности и вдохновения. Что касается новинок, то у нас действительно очень сейчас большой разнообразный ассортимент обручальных и помолочных колец. В виде новинок вы можете увидеть изделия минималистичного дизайна, которые созданы по принципу комплементарности. И вы можете создать как раз украшения. Соками собрать себе, скажем так, такой обручальный, помолочный, ну и потом повседневный лук из колец. Обручальное колечко хорошо, красиво комплектуется с любым помолочным кольцом. И также для супруга, для мужа тоже можно все в одном дизайне подобрать историю. Мне очень нравится, что наши новинки, они эргономичны и удобны. Опять же, новый силуэт украшений, посадка комфорт, фит. Мне очень нравится, что очень разный дизайн, потому что как раз из потребительских предпочтений молодые люди, которые хотят вступить в брак и выбирают украшения, они, конечно, отходят от традиционных, скажем так, колец привычных, например, нам. Им все-таки хочется найти что-то уникальное, что-то неповторимое, что-то, что отразит дух, стиль именно их пары. И поэтому большое разнообразие вставок. Это и багеты, бриллианты, это и фиониты, это и цветные вставки, это и декорированная шинка у кольца, это и матовое золото. Это и, как я уже говорила, соединение белого и красного драгоценного металла. Очень большое обновление, интересное, да, и с бриллиантами. С бриллиантами и с фионитами и без вставок вы можете найти на сайте бриллиантского украшения для невесты, тоже в разных спортсменных группах, с подрагоценными вставками, как и здесь показающиеся серьги, опять же, с жемчугом. Жемчуг для свадьбы – это очень классическая история. И очень интересные, изящные украшения, крупные, заметные герои образа свадебного и более лаконичные, которые только подчеркнут красоту невесты и пышность, возможно, или, наоборот, утонченность, элегантность платья. То есть на любой стиле, под любой стиле свадьбы вы можете найти украшения от бриллиантского украшения. И новинки, и, в принципе, у нас очень большая коллекция в Вейзинге, она обновляется каждый год. Большие запуски в серебре. Где также вы можете найти украшения для свадебного лука? Да, я хочу сказать, что в наших салонах, в салонах «Золотой век» сейчас очень классная акция идёт. При покупке обручальных колец на второе обручальное кольцо скидка 50%. Мне кажется, это для молодожёнов отличное подспорье, возможность сэкономить и при этом выбрать действительно классные, уникальные кольца. Ну, практически очень-очень выгодно. Екатерина, продолжают зрители проверять ваши знания. Знаете ли вы, почему носят обручальное кольцо на безымянном пальце? Знаете? Я не знаю. Я тоже не знаю, но такое есть предположение. Пойдём после эфира. Совсем близко к сердцу. Гуглить, пойдём после эфира, чтобы в следующий раз не облашать. В общем, нашим зрителям ответить. Сила великая, сила традиции. Да. Екатерина, наши зрители задавали вопрос о знаменитостях, которые рекламируют бренды. Я так поняла, у вас в этом году сменился амбассадор бренда. То есть, если раньше это была прекрасно уточённая Полина Гагарина, сейчас вы сотрудничаете с такой дерзкой, но тоже уточённой девушкой, Леной Темниковой. Расскажите, как сложилась эта коллаборация? У нас есть такой имидж, как раз Лена Темникова, украшения, видимо, которые были созданы в коллаборации, да? Ну, мы продолжаем развивать свой ассортимент и продолжаем развивать интерес к ювелирным окрашением, к ювелирному яркому стилю у молодой аудитории. Именно поэтому мы в сентябре запустили наш бренд «СКЛВ». Это бренд как раз для молодой аудитории, потому что там очень дерзкие, необыкновенного просто дизайна украшения. Яркие, экспрессивные как раз для самовыражения, для тех, кто любит самовыражаться через внешность и транслировать свой внутренний мир, свой какой-то, может быть, даже вызов этому миру через себя и, в том числе, через ювелирные украшения. И как раз если Полина Гагарина была лицом, да, амбассадором бренда «Соколов», и мы с ней очень работали плодотворно, и результат — это, конечно, коллекция «Соколов» и Полины Гагарина в трёх ассортиментных группах, золото-трагоценными, полудрагоценными вставками и синтетическими вставками, то Елена Темникова, отображающая стиль, очень необыкновенный и сама, совсем, как вы заметили, отличается от Полины своим творчеством и своим образом и стилем. Она как раз у нас амбассадор бренда «СКЛВ», и мы с ней вместе сотрудничали и создавали коллекцию, отражающую не только бренд «СКЛВ», как такой дерзкий, прогрессивный, но и стиль самой Елены Темниковой, потому что мы видим, что очень много схожего по духу, по стилю, по, скажем так, настроению есть у Елены и у нашего бренда «СКЛВ». Поэтому коллекция получилась максимально трендовая, в ней и крупный минимализм, как вы видите на нашем имидже и украшении, там разнообразие цепей, потому что в центре внимания сейчас как раз один из силуэт – это цепи разного дизайна, разные звенья используются, и как раз в этой коллекции максимально просто решение с точки зрения дизайна с цепями, много колье, браслетов, все это вот наслоение, многослойность, и все это очень хорошо сочетается и работает. А также азиатские мотивы тоже последствуются в этой линейке, как отображение стиля самой, так и тренды и духа в ювелирной сфере сейчас. Екатерина, вы сами по работе с девушками встречались? Интересно. Может быть, лично знакомились по работе, встречались либо с Полиной, либо с Еленой? С Еленой я не работала, скажем так, лично на встречах не участвовала, но я точно могу сказать, что процесс был тоже, как и с Полиной, как и с Еленой, согласование очень долгий, очень кропотливый. Девушки настолько профессиональные, девушки настолько знают, что есть их стиль, что отражает их стиль, поэтому процессы голосования, адаптации дизайнов, чтобы это подходило и нам, чтобы это отражало стиль и наших амбассадоров, наших героинь. Это большая тоже работа на высоком уровне профессионализма и требования, опять же, с нашей стороны, требования со стороны потрясающих артисток, качеству продукции, поэтому обратите внимание на эти наши коллекции, которые создаются вместе с коллаборацией, с знаменитостями, со звездами. — Здорово. Екатерина, я благодарю вас за беседу. У нас еще осталось одно важное дело. Мы должны определить автора самого интересного вопроса. Так вот, на ваш взгляд, какой вопрос вам больше всего понравился? — Мне очень понравился вопрос про самые известные украшения в мире. — Да. — Я очень надеюсь, что действительно коронавирусное, Катерина Второй, это и есть самые известные украшения в мире. Мне кажется, это очень субъективно, но вопрос интересный. Я никогда, наверное... Каждый просто сам для себя решает, какое это украшение. — Ну, отдадим подарок тогда. — Я думаю, что да, это очень интересный вопрос. — Ну, здорово. Тогда я хочу сказать автору того вопроса, что мы свяжемся, напишем в директ, и вы сможете получить председательную подвесочку от брата Соколов. Вот, я благодарю, Екатерина, вас за эфир. Благодарю, что вы начали свой рабочий день так рано и так активно, вернее, потому что у вас только несколько часов, а мы уже провели эфир интересный, я надеюсь, познавательный для наших зрителей. Будем и дальше сотрудничать, дружить. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо вам большое за вопросы, за эфир. Желаю всем хорошего дня, хорошего лета и всем хорошего настроения, возможности радовать себя и покупать украшения и часы, потому что это действительно очень любимые продукты. Спасибо. Я с вами прощаюсь, но зрителям хочу сказать, что сразу же после нашего эфира сейчас пройдет эфир с розыгрышем золотой подвески Соколов, который мы анонсировали всю неделю в нашем аккаунте, поэтому у вас есть буквально вот пара минуточек сейчас, чтобы зайти в аккаунт Золотого Времени, выполнить все условия, они максимально просты. Выполнить все условия и ждать розыгрыша, он буквально начнется через 10 минут, и, может быть, именно вы станете обладателем золотой подвески от бренда Соколов, потрясающей совы с зелеными яркими глазами. Желаю вам всем удачи. Екатерина, еще раз спасибо, всего доброго. Участвуйте активно в розыгрыше, это действительно потрясающее, красивое, яркое украшение. Спасибо вам большое за эфир, всего хорошего. До свидания.